Добрый день, дорогие ребята! Проводит урок математики учитель начальных классов Волкова Елена Владимировна. Тема урока – сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Урок закрепления. Цели урока. Мы повторим с вами состав чисел. Продолжим решать примеры с переходом через десяток, а также решать задачи, используя новый вид примеров. Будем развивать вычислительные навыки, навыки устного счета. Ребята, на одном из уроков мы с вами побывали в лесной школе. Вы так понравились лесным жителям, что они снова приглашают вас к себе на урок. Давайте навестим наших друзей. А пока мы до них будем добираться, давайте насобираем в корзинку гостинцы для лесных жителей. Решим примеры. Первое слагаемое – один, второе слагаемое – четыре. Чему равна сумма? Сумма равна пяти. Молодцы! Первое слагаемое – пять, второе слагаемое – два. Найдите сумму. Посчитали? Сумма равна семи. Вы правы. Семь увеличьте на три. Получили десять. Умнички! К четырем прибавим два. Получится шесть. Три увеличьте на пять. И у вас получилось восемь. Мы, ребята, с вами насобирали полное лукошко ягод. Можем отправляться дальше. А вот два бельчонка. Они тоже торопятся на урок в лесную школу, но не могут туда пока отправиться. Мама бельчиха дала им задание – насобирать в корзинке по десять орешков. Ребята, давайте поможем бельчатам как можно быстрее справиться с этой работой. Ответьте на вопросы. Если один бельчонок нашёл восемь орешков, то второй бельчонок нашёл два орешка. Если один бельчонок положил в корзинку один орешек, то второй бельчонок положил туда девять. Молодцы! Если бельчонок-братишка положил в корзинку пять орешков, то и сестрёнка положила тоже пять орешков. Замечательно! Если один бельчонок положил в корзинку семь орешков, то другой три. Совершенно верно! Один бельчонок положил в корзинку четыре орешка, значит, второй положил шесть орешков. Молодцы, ребята! Вы очень хорошо помогли бельчатам и вспомнили, как образуется число десять. Мы с вами как раз вовремя успели на урок в лесную школу. И вот первое задание. Рассмотрите внимательно бабочку и цветок. Как видите, на них записаны примеры. Найдите примеры, в которых сумма равна десяти или меньше десяти. Работаем внимательно. Проверим себя. Пять плюс пять получится десять. Девять увеличили на один, получили десять. К шести прибавить два, получится восемь. Ответ меньше десяти. К одному прибавили семь, получили тоже восемь. Ответ меньше десяти. Вы все примеры нашли правильно. А теперь обратите внимание, что у нас осталось три примера. Подумайте, что объединяет эти примеры? Конечно, при решении этих примеров в сумме получается больше десяти. Давайте мы с вами решим эти примеры. Но сначала вспомним, как решаются примеры с переходом через десяток. Для того, чтобы решить такой пример, сначала нужно прибавить столько, чтобы получилось десять, а потом прибавляем то, что осталось. Рассмотрим пример. К восьми прибавить три. Изобразим этот пример при помощи наборного полотна. Первое слагаемое восемь изобразим синими кружками. Считаем вместе. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Второе слагаемое три изобразим красными кружками. Один, два, три. Ребята, вспомните, как будем прибавлять. Чтобы прибавить к восьми три, три прибавим по частям. Сначала восемь дополним до десяти. А значит, нам понадобится два красных кружка. Потому что к восьми прибавить два получится десять. И нам остается прибавить еще один красный кружок. Давайте посчитаем. К восьми прибавить два получится десять. К десяти прибавить один получится одиннадцать. Значит, восемь плюс три равно одиннадцать. Рассмотрим следующий пример. Девять увеличим на два. Воспользуемся наборным полотном. Изображаем первое слагаемое девять синими кружками. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Второе слагаемое два изображаю красными кружками. Один, два. Начинаем прибавлять по частям. Сначала девять добавляем до десяти. Значит, добавим один красный кружок. Далее прибавим то, что осталось. То есть прибавим еще один. Считаем. К девяти прибавить один получится десять. К десяти прибавить один получится одиннадцать. Молодцы! Мы очень хорошо справились с этим примером. Следующий пример. К семи прибавить пять. Изображаем семерку синими кружками. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пять изображаем красными кружками. Один, два, три, четыре, пять. Как же к семи прибавить пять? Второе слагаемое пять будем прибавлять по частям. Сначала семь дополним до десяти. Сколько нужно прибавить красных кружков? Совершенно верно! Сначала прибавим три красных кружка. К семи прибавить три получим десять. А затем нужно прибавить оставшиеся два кружка. К семи прибавим три получится десять. К десяти прибавим два получится двенадцать. Молодцы, ребята! Отлично! Мы с вами вспомнили, как решаются такие примеры. Как вы заметили, для того, чтобы быстро и правильно прибавить, нам нужно второе слагаемое раскладывать так, чтобы было удобно прибавлять. Давайте потренируемся в подборе удобных слагаемых. Рассмотрим первый пример. К семи прибавить восемь. На какие слагаемые удобно разложить восьмерку? Удобно разложить на три и пять. Потому что к семи прибавить три получится десять. К десяти прибавить пять получится пятнадцать. Следующий пример. Ребята, подскажите, на какие удобные числа разложить семерку? Конечно, удобно разложить на четыре и три. Потому что к шести прибавить четыре получится десять. А к десяти удобно прибавить любое число. К десяти прибавим три, получим тринадцать. Рассмотрим следующий пример. Пять увеличить на девять. Девять удобно разложить на пять и четыре. Считаем. Пять плюс пять получится десять. Десять плюс четыре получится четырнадцать. Первое слагаемое три, второе слагаемое восемь. Второе слагаемое восемь раскладываем на удобные слагаемые. В виде каких слагаемых представим четверку? Конечно, четыре это два и два. К восьми прибавить два, получится десять. К десяти прибавить два, получим двенадцать. И рассмотрим последний пример. К семи прибавить девять. Девять удобно разложить на три и шесть. Так как к семи прибавить три, получится десять. К десяти прибавить шесть, получится шестнадцать. Отлично, ребята! Мы с вами выполнили трудную, но нужную работу. А теперь давайте наши глазки немножко отдохнуть. Внимательно понаблюдайте за солнышком. Глазками понаблюдайте за движением бабочки. Давайте побегаем глазками вместе с ежиком. Следим за тем, как прыгает девочка. Проследим за движениями зайчика. Отлично, ребята! Наши глазки отдохнули, и мы можем продолжить работу. На прошлом уроке вы получили задание выучить таблицу умножения. Давайте проверим, как вы справились с этим заданием. Лисичка и ежик решали примеры, но допустили ошибки. Давайте мы их найдем и исправим. К пяти прибавить семь, получили одиннадцать. Проверьте, ребята, правильно ли справились с заданием лисичка и ежик? Конечно, нет. Должно получиться двенадцать. К восьми прибавили четыре, получили двенадцать. Правильно? Правильно! К девяти прибавили шесть, получили четырнадцать. Проверьте, правильно ли решили этот пример. Здесь допущена ошибка. К девяти прибавить шесть, получится пятнадцать. Семь увеличили на шесть, получили тринадцать. Правильно? Совершенно верно! Лисичка и ежик правильно решили этот пример. Дальше они девять увеличивали на семь и получили пятнадцать. Согласны с ними, ребята? Нет. Девять увеличить на семь, получится шестнадцать. Восемь увеличили на пять и получили пятнадцать. Правильно ли решили этот пример. Нет. Здесь допущена ошибка. К восьми прибавить пять, получится тринадцать. Молодцы, ребята! Мы проверили все примеры и нашли ошибки. А теперь давайте понаблюдаем, как Мишка учит Белочку считать грибочки. Присоединимся к этой работе. Посчитаем, сколько боровиков нашла Белка. Белка нашла семь боровичков. А сколько мухоморов нашла Белка? Посчитали? Запишем. Белка нашла шесть мухоморов. Нужно узнать, сколько всего грибов нашла Белочка. Как же это сделать? Чтобы узнать, сколько всего грибов нашла Белка, нужно к семи прибавить шесть. Прибавим по частям. Сначала семь дополним до десяти. А значит, к семи боровикам нужно добавить три мухомора. Так как к семи прибавить три, получится десять. А затем прибавить оставшиеся грибы. То есть, прибавить еще три. Посчитаем. К семи прибавить три, получится десять. К десяти прибавить три, получится тринадцать. Мы решили задачу, а значит, можем записать ответ. Ответ – тринадцать грибов. Молодцы, ребята! А теперь решим еще одну задачу. На полянке порхало девять желтых бабочек и восемь красных. Сколько всего бабочек порхало на поляне? Запишем задачу кратко. Бабочки у нас были желтые и красные. Желтых бабочек – девять. Красных бабочек – восемь. Слово «всего» заменим фигурной скобкой. Сколько всего бабочек мы с вами не знаем. Чтобы решить данную задачу, нужно к девяти прибавить восемь. Прибавляем по частям. Сначала к девяти прибавим один, а затем нам останется прибавить еще семь. И у нас получится семнадцать бабочек. Можем записать ответ «семнадцать бабочек». Отлично, ребята! Вы все с заданиями справились просто замечательно. Подведем итог нашего урока в лесной школе. Если на уроке вам было трудно, выберите красный смайлик. Если вы на уроке работали неплохо, то для вас подойдет желтый смайлик. А если на уроке вы работали отлично и вы довольны своей работой, то выберите зеленый смайлик. Домашнее задание. Продолжайте учить таблицу сложения. Спасибо за урок. До новых встреч! 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 До новых встреч!